Друзья, всем огромный привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на страничку. И сегодня я расскажу и покажу вам, как приготовить очень вкусный пирог, который готовится просто, но по вкусу мало чем уступает торту самому сложному приготовлению. Друзья, поверьте, это очень вкусно, а готовится все просто из доступных ингредиентов. Приступим! И мы начнем с приготовления теста. К яйцам добавляем сахар, сметану, сливочное масло комнатной температуры, ванильный сахар или же ванилин и взбиваем. В взбитую массу я добавляю разрыхлитель и муку. И так же все перемешиваем или взбиваем на небольших оборотах миксера. У нас, друзья, должно получиться тесто такой консистенции густой сметаны. К примеру, как оладьи, примерно такое. Смотрите, я вначале всю муку не добавляла, добавила часть. Увидела, что тесто еще было жидким, поэтому еще добавляла. Точное количество всех ингредиентов, как всегда, будет в описании под этим видео. Форму, в которой будем запекать, я смазала сливочным маслом и немножечко присыпала мукой. Отправляем тесто и его разравниваем по форме так, чтобы сделать такие еще бортики из теста. В общем, в итоге, как-то так у нас должно все получиться. Подготовим заливку. К сметане я добавляю сахар, ванильный сахар и крахмал. Хорошенечко все перемешиваем и заливка готова. На дно пирога я засыпаю ягоды. Ягоды используйте абсолютно любые. У меня это черника, но можно добавить малину, смородину, клубнику. В общем, что вы любите, с вишней тоже очень вкусно. Заливаем все заливкой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 10-5-40 минут. Смотрите, чтобы ваш пирог хорошо подрумянился и, конечно же, приготовился. Когда вы вынимаете его из духовки, попробуйте по центру пирога. Вот эта вот заливка должна быть такая, как будто бы суфле. Она не должна быть жидкая. Это у нас должен получиться такой своеобразный заварной крем. Я немножечко все остудила, но люблю этот пирог еще теплым. Вынула из формы. Вот вы видите, он немножечко повредился. Сбрызнула шоколадом и подаю, друзья, летом это просто обедение. Зимой, конечно же, ничем не хуже. Мои дети просто в восторге и без ума от этого пирога. За что люблю этот пирог, что он готовится просто, но получается очень и очень вкусным. Вкуснейшая, ничнейшая начинка, кислая ягодка и вкусное песочное тесто. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот рецептик. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада до новых встреч. Всем пока и приятного вам чаепития! Субтитры сделал DimaTorzok